На что можно потратить материнский капитал, как рассчитывается пособие на первого ребенка и какие меры поддержки могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи? Обо всем этом молодым родителям рассказали в Медведевском ЗАГСе. Представители соцзащиты, пенсионного фонда и Министерства внутренней политики объяснили, на что могут рассчитывать молодые семьи, оказавшиеся после рождения ребенка в непростой финансовой ситуации. Также свидетельства о рождении ребенка и сертификаты о получении материнского капитала пары, ставшие родителями в середине мая, получили в торжественной обстановке под музыку и аплодисменты. Ведь появление в семье малыша – праздник не меньше, чем свадьба его родителей. Получать первый документ ребенка в основном приходят папы. Идея такого необычного вручения документов жителям Медведевского района пришлась по душе. Фотографии с такого события могут стать такой же семейной реликвией, как и свадебные фото из ЗАГСа. Мы ввели с недавнего времени такую замечательную государственную регистрацию, как именно речение – это вручение свидетельств о рождении. Они проходят в нашем отделе ЗАГС в несколько раз в год. Мы приурочаем их к большим таким государственным праздникам, как Дню Семьи, Дню Конституции, Дню Семьи, Любви и Верности. Вот раза три-четыре в год мы обязательно собираем родителей из нашего Медведевского района, где торжественно вручаем им свидетельства о рождении, но объявляем, что наши новые рожденные граждане России становятся настоящими гражданами России при вручении свидетельства о рождении. Напомню, что Медведевский район – самый большой в республике. В его состав входит 158 населенных пунктов. С начала года в этом районе появилось на свет 335 малышей. Чаще всего в этом году мальчиков называли Артемом. Среди девочек лидируют Софья и Анастасия. Субтитры создавал DimaTorzok